Здравствуйте! На телеканале ЖТСУ Время новостей. В студии прямого эфира Антон Кадиновский. Ну а сурдоперевод осуществляет мой коллега Дауриен Абдрасилов. Уже в ближайшие пять лет казахстанцев обеспечат доступом к интернету со скоростью не менее 100 мегабит в секунду. Планы по реализации пилотного национального проекта «Доступный интернет», разработанного по поручению главы государства, были рассмотрены на заседании правительства под председательством премьер-министра страны Алихана Смаилова. Основной целью нацпроекта является обеспечение граждан высокоскоростным доступом к сети интернет. Причем основной упор на сельскую местность. Так планируется охватить более трех тысяч сел за счет строительства 60 тысяч километров кабельной телекоммуникационной инфраструктуры. Параллельно будет внедряться новое поколение мобильной связи 5G в городах республиканского значения и в некоторых областных центрах. На повестке дня правительством рассмотрены и меры по борьбе с инфляцией. Уже принят целый комплекс мероприятий. Алихан Смаилов отметил, что казахстанцы должны увидеть реальную отдачу от принимаемых мер. Важной задачей правительства и местных исполнительных органов является стабилизация цен на социально значимые продовольственные товары. Акиматам регионов необходимо усилить мониторинг и принять упреждающие меры по недопущению превышения 15% торговых надбавок. В завершении премьер-министр указал, что следует обеспечить четкую координацию исполнения комплекса мер, а также на ежемесячной основе совместно с ответственными госорганами рассматривать ход его реализации и принимать необходимые решения. С начала года в стране зарегистрировано более 4000 киберпреступлений в результате действий мошенников. Гражданам причинен ущерб на сумму свыше 3 миллиардов тенге. Об этом на брифинге с журналистами сообщил начальник Центра по борьбе с киберпреступностью Департамента криминальной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан Жандос Сюнбай. Он рассказал и о самом крупном задержании преступной группировки. Для выявления и раскрытия киберпреступлений, а также арестов организаторов и соучастников, полицейские реализуют целый комплекс мер. В качестве примера последних задержаний начальник Центра сообщил, что в городе Алматы с сотрудниками отдела по борьбе с киберпреступностью выявлен колл-центр интернет-мошенников. В ходе проведенной операции задержана группа из 24 граждан Республики Грузия. Сейчас в отношении них возбуждено уголовное дело. Самым распространенным способом обмана граждан остается интернет-торговля путем размещения объявлений на сайтах известных торговых площадок, в соцсетях и мессенджерах. Мошенники указывают низкую цену за товар и услуги и просят заранее отправить задаток, либо оплатить полностью всю сумму. Потом пропадают. Только в этом году было зарегистрировано свыше 2000 таких киберпреступлений. Чтобы не попасть в ловушку мошенников, гражданам необходимо соблюдать меры предосторожности. Также за последние несколько месяцев увеличилось количество мошенничеств, совершенных путем привлечения различных вложений и инвестиций. Это один из новых способов аферы нечистых на руку предприимчивых Остапов-Бендеров. Только с начала года более полумиллиона граждан вложили свои деньги в неофициальные инвестиционные проекты. Не теряют актуальности и телефонные звонки от имени сотрудников банков и правоохранительных органов. Представители Центра по борьбе с киберпреступностью приостановили порядка 15 миллионов подозрительных звонков. Каждый раз киберпреступники находят новые методы обмана граждан. Сейчас участились случаи мошенничества, совершаемые через иностранные номера телефонов и мессенджеров. Некоторые граждане под влиянием мошенников ставят под злок своё имущество, продают квартиры и машины. Затем деньги отправляют на счёт киберпреступников. Таковых было зарегистрировано в свыше 400 случаев, и это только за текущие три месяца. Однако и на онлайн преступников найдётся управа под названием «Киберпул». В Министерстве внутренних дел запустили пилотный проект для борьбы с преступлениями в сфере цифровых технологий. За короткий срок работы специалисты раскрыли 234 интернет-мошенничества, направили в суд 184 уголовных дела. К 18 годам заключения с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе приговорён бывший глава Комитета национальной безопасности Карим Масимов. Вместе с ним были осуждены на различные сроки заключения и его заместители Ануар Садыкулов, Давлет Иргожин и Марат Осипов. Напомним, расследование, а затем и судебное разбирательство велось под грифом «совершенно секретно». Карим Масимов обвинялся в государственной измене, насильственном захвате власти, а также превышении власти и должностных полномочий. Ранее он был лишён звания генерала и всех государственных наград. Напомним, заседания суда шли с ноября прошлого года в закрытом формате. Официальное завершение расследования уголовного дела в отношении Масимова, Садыкулова, Иргожина, Осипова и должностных лиц Акипова и Бекмурат было завершено в августе 2022-го. Причём Карим Масимов был взят под стражу ещё в январе прошлого года. Согласно комментарию генпрокурора страны Берека Осылова, на одном из заседаний Мажелиса почти весь личный состав департаментов КНБ Алматы, Алматинской и Казалардинской областей покинул свои здания. По данным следствия, по указанию экс-главы Комитета нацбезопасности, по команде руководства были оставлены здания департаментов полиции, также Алматинской и Жамбылской областей. Тогда, в результате своевременно непринятых мер по пресечению беспорядков, города Алматы и Талдыкурган на двое суток полностью оказались во власти вооружённых бандитов. По области ЖТСУ повсеместно стали появляться торговые точки с общественным назначением, где реализуются продовольственные и социально значимые товары с 18 наименованиями. Коксусский район не стал исключением из правил. Открытие социальных магазинов направлено на недопущение необоснованного роста цен на продукты питания. Подробнее смотрим в нашем следующем сюжете. На социальных полках выставлена линейка из 18 видов социально значимых продуктов. Среди них бакалея, мука, рис, куриное мясо, подсолнечное масло. Отпускные цены в данных торговых точках ниже рыночных на 10-15%. На текущий год в целях поддержания цен по Коксусскому району был заключён договор с СПК ЖТСУ о закупке продовольственных товаров из ТАП-фонда области. Открытие социальных магазинов с доступными ценами стали большим подспорьем для местного населения. Цены радуют глаз, говорят жители района. Я очень рад, что в нашем районе, в нашем магазине большом, такие полочки социально значимых товаров открылись, где цены ниже, чем на рынке. Люди могут закупать по цене приемлемой. Допустим, не у всех же есть возможность купить сахар, допустим, по 500 тенге за килограмм. Да, они, как и мы, все покупаем за 450 социального. Стоит отметить, с начала текущего года в Коксусском районе проводится систематический мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары. Данный вопрос находится на постоянном контроле у местного акимата. Ведётся активная работа. И уже есть результаты. Так, согласно анализу, если на социальном прилавке сахар реализуется по 450 тенге за килограмм, то в других торговых точках его стоимость варьируется от 500 тенге и выше. В данных продовольственных уголках представлены товары только отечественных производителей. Выставленные товары предназначены не только для социально уязвимых слоёв населения, но и для жителей всего региона. В прошлом году цена на гречку составляла до 600 тенге, а в настоящее время она отпускается по 450 тенге за килограмм. На сегодняшний день по всему Коксусскому району социальные уголки открыты в 14 магазинах. Из них 4 расположены в районном центре, а 10 – в сельских округах. Специализированные торговые точки работают с 7 утра до 11 ночи, 7 дней в неделю. А для удобства жителей предусмотрены все виды платежей. Более 7 миллиардов тенге выделено в этом году на ремонт и содержание автодорог в Талды-Кургане. На эти средства власти города намерены провести ремонт и строительство на 182 улицах общей протяженностью около 90 километров. Наша съемочная группа побывала на одном из участков в дачном массиве Шай-Курган, где ведется строительство дорожного полотна. Одна из наболевших проблем для жителей дачных сообществ – дороги. Точнее, их состояние. Однако в скором времени этот вопрос будет закрыт, обещают представители подрядной организации, ведущие ремонтные работы в этом населенном пункте. В настоящее время реконструкция улиц начата в местности Шай-Курган. Генеральный подрядчик – компания ЖТСУ Роудс Инжиниринг. Товарищество отвечает за ремонт дорог на 21 улице дачного сообщества протяженностью более 9 километров. Параллельно ими ведется восстановление улиц и в дачных массивах – Уйтаз, Мерекелик и Агропромышленник. По словам подрядчиков, все объекты будут сданы в эксплуатацию до наступления лета. На данный момент задействованы 4 единицы техники – это водовоз, грунтовый каток, 16 тонны, грейдер и погрузчик. И работает из 10 людей бригада. Сюда больше пока и не надо. Но когда начнется запланированная обратно масштабная работа, мы опять же задействуем несколько бригад, несколько единиц техники. И пока все есть, все достаточно. Работы идутся строго по ГПР. Даже можем сказать, что опережаем график производства работы. Все идет, соответственно, планом. На сегодняшний день объявлен конкурс на строительно-монтажные работы улиц Ланово, Хантенгрей и Жанагасыр. Ремонт которых остался незавершенным с прошлого года. Из-за глубоких ям и отсутствия асфальта, снятого еще прошлым летом, автомобили часто ломаются. Бывшие подрядные организации «Ярус» и «Стройпроект» так и не довели дело до конца. В данное время договор с ними расторгнут. А разговор с недобросовестными подрядными организациями перешел в правовое поле. Более 18 километров будет заново построено. Всего отремонтируют 26 улиц. Протяженностью 12,5 километров. Среднему ремонту подвергнутся 78 улиц. Это более 37 километров. В работе задействовано 8 подрядных организаций. На строительство и ремонт дорог в этом году выделено свыше 7 миллиардов тенге. На эти средства планируется отремонтировать 182 улицы общей протяженностью около 90 километров. Согласно плану работы, должны закончить до конца текущего года. Стоит отметить, город Алдыкурган является первым объектом в области, в котором начат и довольно активно ведется ремонт автодорог. Айда Ахметова, Надир Хамзин, телеканал ЖИТСУ. Школа имени Александра Сергеевича Пушкина в Уштабе отмечает сразу два знаковых события. В стенах обители знаний проведено мероприятие, посвященное вековому юбилею первого директора Людмилы Александровны Гусевой и 70-летий годовщины самого учебного заведения. На торжестве, собравшем немало гостей, побывала и наша съемочная группа. В этот день лица собравшихся озаряли улыбки и слезы ностальгии. На 70-летний юбилей родной школы и столетие ее первого директора Людмилы Александровны Гусевой со всех уголков страны, не считая со временем и расстоянием, съехались выпускники разных лет. Они почтили память человека, который однажды сыграл большую роль в их жизни и заложил фундамент знаний и нравственных устоев. К тому же это мероприятие стало шансом для них вновь увидеть родные пенаты, за эти годы превратившиеся в современное здание, где грызут гранит науки три с половиной сотни учеников. Мы впервые собрались. Оказывается, до этого не было встречи с выпускниками. И вот тот фундамент, который закладывала для новой, сегодняшней умной школы, мы хотим осветить историю создания фундамента этой школы. Без фундамента здание разрушится. Фундамент твердый, не песочный, как пишет Библия. И я думаю, сегодняшняя встреча будет плодотворная, она будет поучительная и направляющая. Для молодого директора он работает второй год, для коллектива и для учащихся. Инициатором столь важного мероприятия стала дочь первого директора школы, кандидата педагогических наук профессор Галина Лап. По ее воспоминаниям Людмила Гусева родилась в Москве. В тяжелые годы сталинских репрессий семья оказалась в Казахстане. Здесь и началось ее становление как педагога, просветителя и общественного деятеля. После окончания Казахского педагогического института имени Абая в 1953 году Людмила Александровна возглавила школу имени Пушкина. Именно под ее руководством учебное заведение завоевало статус одной из лучших в области. Наряду с этим Людмила Гусева была депутатом Каратальского района, делегатом съездов работников просвещения в Москве, а также участником республиканских совещаний по народному образованию. Моя мама Гусева Людмила Александровна с 1953 года по 1978 год была 25 лет, была директором школы. Потом она была несколько раз, раз в шесть, наверное, была депутатом Алматинской, Талдыкурганской области, была директором детского дома. Вот эти послевоенные годы были очень сложные, очень тяжелые. Не просто было поднимать образование в эти годы, но тем не менее ей это удавалось. Школа была одна из лучших в Каратальском районе. Собственно, мы гордимся ей, гордятся внуки, гордятся правнуки, которых она с удовольствием поднимала и занималась ими. Ровно 70 лет назад распахнулись двери средней школы имени Пушкина, принявшие тогда своих первых учеников. С тех пор в ней не замолкают детские голоса. На сегодняшний день в образовательном учреждении трудится 38 педагогов. За эти годы путевку в жизнь получили 3000 учащихся, среди которых немало заслуженных деятелей страны. А педагогический состав образовательного учреждения постоянно завоевывает множество призовых мест и отличий по области ЖТСУ. Быть примером для своих коллег и держать престиж своей школы с такими планами и задачами педагоги и учащейся шагнули теперь уже в 71-й школьный год, который, по их мнению, принесет им новые победы и свершения. Аида Ахметова, Авзал Нусипов, телеканал ЖТСУ. Зоркий глаз, меткий выстрел. В Талдыкургане стартовал молодежный чемпионат Казахстана по стрельбе из лука. В нем принимают участие более 200 спортсменов из 10 регионов. Лучшие будут защищать честь страны на чемпионате мира. В Талдыкургане собрались лучшие лучники страны по стрельбе из лука. Атлеты настроены по-спортивному серьезно. Отметим, победители турнира будут защищать честь страны на чемпионате мира, который пройдет в июле этого года в Нидерландах. И здесь проходит у нас отбор в июле месяце чемпионат мира в Ирландии. Соответственно, чемпионат мира молодежный. И здесь будет отбор. У нас сейчас сильный, сейчас и Астана очень сильно подросла, западный Казахстан, Шимкент традиционно. Ну вот, будем бороться с ними. Побороться за звание самого меткого намерены спортсмены из 10 регионов страны. В целом в турнире примут участие 250 лучников. Соревноваться они будут по трем дисциплинам. Первая – это стрельба на расстоянии 50, вторая – на 60 и третья – на 70 метров. Чтобы выявить сильнейших, потребуется около недели, отмечают организаторы чемпионата. Шанс на победу в нынешнем соревновании болельщики края с особой надеждой связывают с мастерством Санжара Ержанула. Юноша является многократным чемпионом страны. Я занимаюсь этим спортом уже более семи лет. Я четыре раза участвовал в чемпионате Казахстана. И занимал первые места. А на международном турнире взял серебро. У меня в копилке уже порядка 60 медалей. Из них 80% золотые. Стоит отметить, турнир продлится до конца недели. По итогам этих соревнований будет сформирован основной состав молодежной сборной республики. В июле этого года наша команда отправится на чемпионат мира в Нидерланды. Кондыс Нурмуханбетова, Жархан Шантаев, телеканал ЖИТСУ, Талдыкурган. В стремлении к победе в селе Балпыгби Коксуцкого района прошел областной турнир под дзюдо среди юниоров. В нем приняли участие около 200 борцов из районов и городов области ЖИТСУ. Как прошли соревнования, расскажет наш корреспондент Кондыс Нурмуханбетова. Турнир посвящен памяти заслуженного тренера Республики Казахстан под дзюдо Саэлау Жумашеву. Талантливый спортсмен для сотен мальчишек и девчонок является ярким примером упорства и целеустремленности. В бытность Советского Союза его ученики защищали честь страны на международных стартах. В церемонии открытия приняли участие коллеги-тренера, а также его воспитанники, для которых этот турнир – дань памяти другу и наставнику. Турнир прошел на высоком уровне. Все участники показали отличную подготовку. Думаем, теперь будем организовывать такие соревнования чаще. Я считаю, что благодаря подобным соревнованиям в нашей области появится еще больше борцов, которые смогут участвовать уже в республиканских турнирах и с достоинством защищать честь своей области. Особые приемы – броски всех сложностей. Мастерство показали все спортсмены. По словам тренеров, это состязание – отличная возможность проявить себя, набраться опыта и проверить свои силы. А лучшие борцы примут участие в более крупных областных и республиканских турнирах. Я занял первое место, к чему я очень рад. Это у меня шестая по счету медаль. Сюда я занимаюсь уже более двух лет. По итогам турнира определились лучшие спортсмены. Это атлеты из Куксусского, из Кельдинского, Кирбулакского районов и города Талдыкурган. Всем призерам были вручены грамоты и медали. Таким был день сегодняшний глазами наших корреспондентов. До следующих встреч в эфире телеканал ЖТСУ. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин